Мы, спасатели, сталкиваемся с ужасными ситуациями, которые вызывают у нас гнев, печаль и чувство беспомощности. Сегодня утром мы узнали о трагической истории Чемпа и сразу же бросились на помощь. На фотографии мы видим, что Чемп находится в состоянии, близком к смерти. Он голоден и брошен. Его связали и оставили умирать, не дав шанса на спасение. К счастью, кто-то заметил его состояние и позвонил в службу по контролю за животными. Мы глубоко сочувствуем этой бедной собаке, ставшей жертвой разрыва отношений. Вероятно, парень оставил его в доме своей бывшей девушки, а она, не считая его своей собакой, кормила только своих питомцев. Сейчас Чемп находится у ветеринара. Он весь в личинках, слаб и нуждается в срочной медицинской помощи. После переливания крови он почувствовал улучшение и даже смог ненадолго поднять голову. Он все еще получает внутривенные вливания и его кормят, но пока он не хочет есть. Чемпион проходит лечение в ветеринарной клинике. Он находится под постоянным наблюдением врачей и ему регулярно делают капельницы и дают лекарства. Все усилия направлены на то, чтобы вернуть его к полноценной жизни после прошлой. Чемпион очень рад, что человек, который оставил его связанным во дворе и наблюдал, как он превращается в скелет, был арестован. Мы надеемся, что это поможет ему преодолеть трудности и снова стать счастливым. Хотя он и не ест собачий корм, но с удовольствием ест вареную курицу, которую мы для него готовим. Сегодня на завтрак мы сделали яичницу и надеемся, что он ее съест. Из-за отсутствия жира и мышечного тонуса у него нет необходимости в одежде, но у нас есть несколько удобных комбинезонов, которые помогут ему чувствовать себя комфортно и тепло. Сейчас у нас чемпионом трудный период. Его уровень гемоглобина, PCV, упал с 20 до 12, и он отказывается от еды. Мы готовимся к очередному переливанию крови, но подобные неудачи не являются неожиданностью в его хрупком состоянии. Мы искренне верим, что он найдет в себе силы для продолжения борьбы. Впервые за долгое время у нас есть повод для надежды и оптимизма. Чамп может быть уверен, что о нем позаботятся и накормят. Давайте все вместе будем молиться за его скорейшее выздоровление. Чампу пришлось принять ванну, чтобы привести себя в порядок. При последней проверке выяснилось, что у него высокое содержание PCV, а ведь ему всего 24 года. Мы надеемся, что его эритроциты начнут восстанавливаться самостоятельно. Его тело активно борется за жизнь, но из-за полученных травм этот процесс будет долгим. Он еще не вышел из леса и, вероятно, не сможет сделать это в ближайшее время. Однако есть и хорошие новости. Чемпион встал, конечно, с помощью и даже сделал пару шагов. Мы очень рады видеть, как он начинает чувствовать и выглядеть лучше. Чудеса случаются. Прошла неделя с момента его спасения, и Чамп смог встать, с помощью, конечно. Физиотерапия стала неотъемлемой частью его повседневной жизни. Его мышцы настолько атрофировались, что крайне важно вернуть его к активной жизни и заставить двигаться. Благодаря этому он начинает набирать вес и становиться сильнее. Он также выполняет разнообразные двигательные упражнения, что способствует улучшению его координации. Его эритроциты уже начали восстанавливаться, а уровень PCV остается стабильным. Поздравляем Чемпиона с днем рождения. Он прекрасно справляется с физиотерапевтическими процедурами, становясь лучше и сильнее с каждым днем. Он настоящий боец, и это невероятно вдохновляет. Чемпион обладает огромным сердцем и просто хочет быть любимым. Его анализ крови продолжает улучшаться. Уровень PCV уже превышает 30. Он похудел с 50 до 58 фунтов. Теперь он может стоять самостоятельно и даже немного ходить. Мы очень рады его прогрессу. Чемпион продолжает совершать удивительные вещи. Он не нуждается в капельницах и всех пероральных лекарствах, и может стоять и ходить без посторонней помощи. За последние две недели его трансформация была просто поразительной. Мы в восторге от этой удивительной собаки, которая продолжает свой путь к выздоровлению. Этот драгоценный мальчик получил столько любви от ветеринара, что мы не можем сдержать слез счастья, наблюдая за тем, как он бросает вызов трудностям и самой смерти. В конце этой недели у него запланировано еще несколько анализов крови для проверки. Однако, после того, как он освободился от капельницы, он встал и начал ходить самостоятельно. Ему предстоит еще долгий путь к выздоровлению, и ему необходимо набрать около 50 фунтов веса. Тем не менее, его медицинская команда уверена, что он почти готов к следующему этапу. Чемп очень любим ветеринаром, и завтра они собираются попрощаться с ним, чтобы отправить его в замечательную, опытную медицинскую приемную семью. Там он будет находиться до тех пор, пока не будет готов к своему вечному дому. Чемп стал любимцем многих, и мы знаем, что он никогда не забудет свою огромную медицинскую команду, которая работала без устали последние две с половиной недели, чтобы достичь таких замечательных результатов. Сегодня Чемп в отличном настроении, и мы уверены, что он это осознает. Вот как прошел его первый день в новом доме. Вчера он совершал множество коротких прогулок, изучая окрестности. Мы рады сообщить, что он быстро адаптируется к новому месту и осваивает распорядок дня. Еще одна хорошая новость – он сломал ногу. Вчера он ел четыре раза и продолжает демонстрировать прекрасный аппетит. Его вес продолжает расти. У Чемпа также состоялась встреча с ветеринаром. Если эта чистая радость не вызывает счастливых слез, то мы не знаем, что может. Этот невероятный результат – причина, по которой мы все здесь. Вперед, чемпион, вперед! Живи так, как должен! Сегодня Чемп принимал ванну со своим приемным папой. Какой замечательный мальчик! Вы слышали, как он сообщает нам, что пора есть. Мы в восторге от его успехов и того, что он набрал 20 фунтов. Каждый день для Чемпа – это новый этап, и он настоящий боец. С каждым днем он становится все сильнее и сильнее, и ничто не может остановить этого великолепного пса. Сегодня у меня запланирована прогулка с Чемпом, и мы прошли по всей улице, вдыхая множество приятных запахов. Чемп так наслаждался футболом, что решил попробовать сам. Хотя погода была не самой благоприятной, это не помешало нашему мальчику немного поиграть. Какая величественная собака! Наконец-то Чемп живет той жизнью, которой заслуживает. Перед визитом к ветеринару Чемп с удовольствием перекусил. И угадайте, сколько он весит? 85,9 фунтов. Сегодня Чемпион просто великолепен. Он лучший. Я тоже попробовала домашние взбитые сливки, и это было восхитительно. С каждым днем я чувствую себя лучше и сильнее. Желаю всем хорошей воскресной прогулки и приятных обнюхиваний. Сегодня для Чемпиона Великий День он отправляется в свой вечный дом. Оставшаяся часть моей жизни начинается с того, что я возвращаюсь домой к своей вечной семье. Сегодня был поистине чудесный день, проведенный с моей новой семьей. Мы – идеальная пара. Я просто отдыхаю и наслаждаюсь жизнью. Какая разница? Правда. Когда меня спасли, я весил всего 50 фунтов. А сейчас – чуть больше 100. Чемпион обожает свой отпуск и своего нового друга блю. Я наслаждаюсь каждым моментом отдыха. Надеюсь, и вы все проводите замечательные выходные. Чемпионный мяч для йоги. Счет 1-0. Нет, он его не ел, а просто лопнул и был очень горд собой. Я был одобрен ребенком. Как же приятно найти во дворе забытую игрушку. Я совершенно здоров. И мой ветеринар говорит, что это просто чудо. Мои родители не могут поверить, какая я замечательная собака, любящая, преданная и хорошо воспитанная, не говоря уже о том, как хорошо я выгляжу. Я просто люблю жизни всех, кого встречаю. Спасибо всем, кто никогда не отказывался от меня. Всем желаю хорошей осени. Я обожаю играть в листьях и гоняться за мячом. А потом я часами сплю на своей удобной кровати. Любящая жизнь. Чемпион-то. Никогда не сдавайтесь, но всегда отдавайте. С любовью, чемпион. Не теряйте время во время карантина. Кто еще любит щетельком? Будьте здоровы. С любовью, чемпион. Сейчас я живу в мечтах, но многим не так повезло. Мы должны вместе противостоять злоупотреблением. Мне очень понравились мои приключения в Бэдлинс, Южная Дакота. Чемпион. Сегодня был еще один замечательный день. Я помогал отцу с работой во дворе и играл в мяч, подкидывая его в листья. Это был чудесный осенний день. Надеюсь, вам тоже будет весело. С любовью, чемпион. На прошлой неделе мы отлично провели время на природе. И я очень благодарен за отличную погоду для кемпинга. Мы зарегистрировались в OBX, где разрешено проживание собаками. И я в восторге. Хо. Чемп. Погода была просто восхитительной. Мы любим и ценим нашу свободу. Надеюсь, у вас тоже будет чудесный день. С любовью, чемпион. Чемпион и его приемная сестра Анна Бель. Эти щенки так утомительны. Я просто без сил. Помнишь моего приемного брата Ленни? Наши соседи усыновили его. И теперь мы постоянно играем вместе. Он стал таким большим, но по-прежнему такой милый. Я позволяю ему думать, что он вождь, и мы наслаждаемся прекрасной погодой. С любовью, чемпион. Когда становится слишком жарко, мы играем в мяч в бассейне. Держи себя в руках, чемпион. Это был мой первый снежный день. Моя подруга Бейли пришла поиграть. И мой старый приемный брат Ленни, теперь уже скаут, тоже заглянул. Снежный футбол – это совершенно новый уровень радости. Обожаю чемпиона!